Это мой отец, боссов Пётр Петрович. Закончил войну старшим сержантом в Маньчжурии. Закончил позже всех, 3 сентября 1945 года. А до этого воевал на 2-м Белорусском, брал Кенигсберг, 5 боевых наград и одна из них – это Орден Красной Звезды. Отец очень не любил говорить о войне. Всегда приходилось вытягивать из него всю информацию. Когда началась война, ему было 16 лет. Естественно, его не взяли в армию. Но не взяли не только потому, что он был молодой, а потому, что у него было очень плохое зрение. У него глаза с разной диоптрией, далеко он не видел. И дорога на фронт ему была закрыта. Но он был очень хорошим спортсменом, разрядником по всяким дисциплинам. Работал в ДСААФ. И в ДСААФ ему поручили готовить новобранцев. Он работал с группой новобранцев, доставлял их к эшелону. Эшелон отправлялся на фронт. Потом следующая группа. И вот как-то в одной из групп кто-то сбежал. И чтобы отчетность совпадала, он уговорил начальника эшелона, чтобы его тоже взяли. И его взяли без всякой медкомиссии. Так он оказался на фронте. Так он и был спортсменом. Его определили в разведку. В разведке он стал наводчиком. То есть тот, который осматривает территорию перед тем, как в нее идти. Они смотрели в перископы. В перископах два окуляра, которые можно на резкость наводить. Естественно, он под свои разные глаза наводил. Все прекрасно видел. Когда начальники пытались его проверять, он быстренько возвращал обратно диоктрию на место. Они смотрели. Да, все, молодец, хорошо, работаешь. И таким образом, никто не догадался до конца войны, что у него зрение это отвратительное. Закончил войну он в Маньчжурии. Сидел там в окопах. Очень ругался. Потому что они практически не воевали там. Они просто сидели и ждали, когда война закончится. Американцы сбросили бомбу. И война закончилась. Но после войны он поступил в военную морскую академию. Стал морским офицером. Плавал только один год. А потом занялся научной работой. Он был химиком. И, кстати, разрабатывал нашу уже атомную бомбу. В 2017 году его не стало. И до этого он каждый год ходил на Парады Победы. Когда придумали Бессмертный полк, я тоже пошел. Это мой отец, Попов Иван Логинович, 1919 года рождения. Был призван из Ленинграда в 1939 году. Участвовал в финской, а затем в Великой Отечественной войне. Это награды моего отца, Попова Ивана Логиновича. Тут две медали за отвагу, две за боевые заслуги, орден Красной Звезды и орден Великой Отечественной войны. У каждой из этих наград, конечно, своя история. Тут и другие награды есть. Но про одну из них я хочу прочитать письмо. Это письмо было послано в 1942 году, в июне. И адресовано моему дедушке. Многоуважаемый Логин Герасимович, поздравляем вас с получением вашим сыном, товарищем Поповым Иваном Логиновичем, правительственной награды за образцовое выполнение боевых заданий и проявленную при том доблесть и мужество. Медали за боевые заслуги. Желаем вам здоровья и успехов в вашей работе для быстрейшего достижения полного разгрома над злейшим врагом человечества, германским фашизмом. Ждите с полной победой. Жмем крепко вашу руку. Командир, капитан Валикжанин, военный комиссар Парфёнов, начальник штаба Швец. Вот. Папа почему-то хранил его всю жизнь. Это было ему очень и очень дорого. Вообще о службе моего отца, можно сказать, она была очень интересной. Он служил в технических войсках. Начал свою службу слесарем, а уже через год стал начальником электростанции. Что такое начальник электростанции, на фронте он никогда не рассказывал, но рассказывал про ту свою реальную службу, которую нес. Его война начиналась, когда заканчивались бои. Он со своей бригадой выползал на нейтральную полосу. Там они обнаруживали технику, которая была выведена из строя. И его накрывали брезентом. И он сваривал, чинил и доводил технику до такого состояния, когда её можно было вывести с нейтральной полосы в нашей позиции. Субтитры создавал DimaTorzok